меня тут просили показать как я пью масло вот ребята у меня сейчас собрала вот с этого вот свеженькие сливки сюда не влезла я прям в банку сюда их слила вот вот хотела вам показать у меня вот три баночки полтора литра ну тут будет чуть меньше потому что видите они отстоялись вон там видно полосочка где вот молочко еще в общем все сливаем в банку вот так еще сливаем в банку все это на мойку а сюда надо надо плотненькую крышечку вот и вот это вот я пошла вот так вот трясти колотить лететь колотить вот так вот и вот так вот буду колотить пока не взобьется масло взобьется масло я вам покажу вот так что здесь грязненько протекает что я все вперед вот так вот колотить вот так я могу колотить час час это очень редко у меня пару раз всего было что я за час сбила вот так вот масло в основном где-то полтора-два часа а то бывает и три но зато вот если меня 2 литра сливок сейчас просто молочка мало у нас мало молочка коробка дает одна в декрете одна только дается это не у нас это людей у которых мы берем молочко вот если вот у меня два литра молока бывает от 500 600 граммов масла сейчас будут может граммов 350 400 посмотрим я вам потом покажу все сейчас по моему баночки баночки крышечки и пойду етить колотить всем привет дорогие друзья всем доброе утро вот илюшка потянулся о как ты подгадал опа доброе утро доброе утро это у нас василек пошел лежек придешь напомни мне чтобы я тебе куртку зашила хорошо задолбала эта куртка уже очень у нас сегодня две посылочки вот одну лёшек принес от василька вот но распаковочка будет уже завтра сегодня у меня другие планы сегодня у меня другая работа я себе уже наметила поэтому вот как то так вот надо сделать потому что время поджимает время поджимает вчера вчера вечером там просили меня показать как я делаю масло как я пью масло вот я вчера сняла начало я его сбила ну не знаю что то она у меня как-то не получилось получилось слишком мало и какое-то белое но я его вчера не открывала потому что уже поздно было не хотелось мне ничего снимать вот а сейчас по-любому достану что посмотрим что там получилось не такое как обычно получилось не знаю обычно желтенькое такое вот и такой плотненькая а это вот посмотрим может потому что я его прям так вот с неистовой силою прям колотила посмотрим так ладно смотрим масло и занимаемся делами потому что тела у нас серьезные какие серьезные надо посеять перцы вот сегодня надо заняться перцами потому что время поджимает уже конец февраля надо надо ладно пойдем смотреть что там с маслом во первых мне надо видеть вот эту пахту даже вытирать не буду потому что а здесь у нас осталось масло масло как-то немного ну вы видели сливок было даже меньше чем полтора литра здесь у меня вот холодная холодная вода вот это вот уже кусочки масла вот это вот все масло что получилось вот так его промоем можно еще в одной воде промыть но я зачем вот так вот получился у нас с вами комочек масла в этот раз как-то не очень много но не знаю почему все это водичку выливаю вот а ручки вот так вот вытирать не буду а промокну они в маслице я их вот так вот маслицем помазала раньше ведь вот мама мне говорила кремов то не было в городах может и были крема там какие-то да для этих для женщин а в деревне какие крема масло сметана вот этим вот и мазали и лицо и ручки мазали да растительное масло сливочное масло вот это самые первые крема были на деревне вот так вот вот так можно придать любую форму Ну, покажу вам еще в следующий раз, вот когда начнет уже коровка доиться, когда у меня будет много сливок, вот тогда вот я наберу сколько сливок, сколько обычно. И тогда покажу, сколько получается масла. Да я уже не раз показывала. Вот. Ну, в этот раз вот такое белое и не такое, как обычно. Да ладно. Ну, вы поняли принцип, да? Надо просто сидеть и колотить. Колотить. Я вчера колотила где-то минут 50. За 50 минут, ну, потому что было мало сливок. Они вот прям бились там в банке так вот капитально. Ну, вот и потом появились сгустки. Потом я их так вот стала потише колотить, чтобы они взбились в кучку. Вот взбились в кучку и вот получилось маслице. Такое вот вкусное. Ням-ням-ням-ням. В холодильник. Хочу, оставлю сейчас, налью баночку. Обычно мы корочкам отдаем пахту. Вот, они бьют. А я сейчас налью на блины. Скоро же масленица, да? Вот. Поэтому будут блины на пахте. Никогда не делала. Но говорят, что хорошие блины получаются. Вот, ну, а это курочка. Так вот, а это в холодильник и блины. А скоро будем уже жарить блины. Да можно и масленицы не ждать, а пожарить блины. Какая разница, да? И на масленицу потом пожарить блины. Алёшек пошёл, почистил мне сарай. Не сарай, а у сарая, чтобы двери могли открыться. Снег убрал. Вот. Почистил дорожку к бане. И занимается баней. И топит сегодня баню. Сегодня у нас баня. Вот. Вот так вот. Дождались мы банки. И то ему так не хотелось. Что надо, говорит. Говорю, надо. Надо, Федя, надо. Надо. Вот. А что у меня? У меня рассада. Я решила сегодня посеять всё. И помидоры. Помидоры, в общем-то, рано, конечно. Рановастенько. Ну, что, неделя плюс, неделя минус. Ладно. Это потом можно будет регулировать их рост, вынося и занося. Вынося, занося. Вот. На веранду, где попрохладнее можно вынести. Они там потише будут расти. В доме будут побыстрее расти. Ну, как-то будем. Да не хочу потом. Сейчас вот всё посажу. Тем более, что мне тут сажать? Ну, помидоры, перцы и цветочки там какие-то. Кину. А, лук-порей надо посеять. Ну, вот, видите, надо просмотреть. Базилик надо посеять. Надо просмотреть, что посеять. Вот. Всё посею и всё. Поставлю. И пускай себе растёт. Я так делала вот первый год. Первый и второй год тоже так делала, по-моему. Помидоры не сажала позже. Сажала всё в одно время. И выросла. И такие помидоры были. Ух. Так что хочу сейчас вам показать. Ну, кто не видел, может быть, кто-то видел. Потому что я так делаю каждый год. Вот у меня здесь, видите, что. Делаю вот такие вот значки, чтобы подписать, где какая рассада. Такой вот флажок, видите. На нём напишу, ручкой подпишу сорт. Вот. И вставлю вот так вот в землю. Никуда не девается, никуда с ним ничего не происходит. Он стоит чётко до того момента, когда высаживать рассаду всю в грунт. А как делаю, сейчас покажу. Вот у меня зубочистка. Видите? Я нарезала тут таких вот полосочек. Это строительный скотч. Бумажный скотч. Видите? Вот. Сюда вот так вот зубочистку. И вот так вот. Такой флажок получается. Вот. А здесь потом ручкой. Сейчас. Тут уже можно написать вот. А вот у меня есть подписано. Прошлогоднее у меня тут завалялось. Вот. Золотые шары. Что-то вот. Видите, вот как подписано. Я в этом году даже могу вот здесь использовать опять же этот же флажок. Только здесь вот зачеркну. Вот. Вот это вот. А с этой стороны напишу. Вот так. Всё очень просто. Всё очень просто. Лайфхак такой. Это я сама придумала. Да. Вот так вот. Видите, как просто тын-тын и всё. Ну что, Алёшенька? Что ты там уже растопил? Не, какой ещё. Не. Четыре ведра, да? Да. Четыре ведра нам хватит. И нам, и собачкам. Обычно хватает. Я здесь вот. А то включила. Я думала, Алёшек постоит, расскажет, что там он делает, чем занимается. Я флажки клею. Алёшек занимается баней. Почистил снег, тяжёлый, да? Не то, что ли. Да. Бедная твоя спина. Тут, ребят, процесс идёт. Процесс. Плевание. Ой, ты, Господь. Начинается. Начинается. Весенняя гонка. Да ладно, не так и много. Вот это вот вся моя рассада. Ну и хорошо, и хватит. Не, ну потом я, конечно, расскажу. Я понял, понял. Потом ещё будет. Ой, мне, наверное, не хватило водички. Тут ещё есть. Вот это вот всё, ребята. Тут помидорчики, перчики, базилики. Лук-порей и цветочки. Цветочки гацания, хризантелла. Вот это вот красивая хризантелла, кустовая такая. Хризантелла или как она называется? Вот. Вот это вот всё. И хватит. И хватит всё. Поливалка блатная у меня. Ей очень удобно. Это у меня специальная такая поливалка. Только для полива. Приобреталась она специально для полива рассады. Она со мной уже тут столько лет. С самого начала. Чуть-чуть не хватило. Это же надо. Чуть-чуть водички не хватило. Всё. Сейчас покажи меня полный рост. А то говорят, что я полный рост не показываюсь. Сейчас цветочки. Вот базилик. Помидорчики. Парей. А парей я не посмотрела. Парей толка растёт. Наверное. Поставлю его на окно. Вот. А это всё вынесу. И перцы, и парей на окно поставлю. А всё остальное вынесу пока на веранду. Там пока холодно. Вот оно у меня постоит. Вот. Когда там. До 8 марта или до когда. А потом я его просто занесу в дом. И пускай себе растёт. Вот. Потому что для помидор, конечно, цветочков ещё рано. Где-то в начале марта я их занесу. Вот. И пускай растут. Ну, ещё недельку-две. Пускай постоят на веранде. Вот так. Лёшик, а у тебя там банька как? Готовится? Готовится. Сейчас пойдём? Да рано ещё. Чуть вода не закипает. Закипает? После обеда пойдём? Нет. После обеда пойдём? Поздно пообедаем? Да. Да? Ну, ладно. В общем, такие вот у нас дела сегодня, ребята. С рассадой всё. Всё. Захотела я вот я её вот так сразу всё. Чтоб не растягивать. Потом вот это вот грязь эту. Вот сейчас посеяла всё и всё распределила по окнам, веранду. Всё. Порядок. Немного. Но хватит. Как я и планировала. Всего по чуть-чуть. Конечно, помидоры тут у меня по три семечки посадила. Помидоры. И помидоры, и перцы сладкие, острые, сладкие. У меня какие-то по пять семечек. Какие-то по три семечки. Ну, то количество, которое мне вот надо. Около тридцати кустов. Там чуть с запасом вот так вот. Мало ли, какой-то там не пойдёт. Вот. Запас надо, чтоб был. Да, Лёша? Да. Я люблю запас. У нас много запасов. Ну, малышу завянет, обломается. У тебя больше запасов будет, чем вот этого. Давай я теперь покажу, какие красивые у меня. Держи. Вот так вот флажочки тут. Видите, всё подписано. Здесь вот по три семечки. Вот так вот в ряд от каждого флажочка. Вот. Вот так вот. Такие контейнеры. И пускай растёт. Всё. Этот пикировать не буду. Цветы. И сразу пойдёт в грунт. Вот. Из этих плошек. Вот. А, конечно, перцы и помидорчики надо будет попикировать. Вот так. Всё. Лёшек, ты поможешь мне перенести? А то у меня уже ноги отваливаются. Время уже без пятнадцати час. А я ещё не в одном глазу. Ещё не приседала. Вот. Да, Лёшек? Лёшик? Эй, эй. Лёшик ушёл в интернет. Ха-ха-ха. Ну, ладно, сейчас скажу ему, он поможет. Ладно. Потаскала я на веранду. Ванька, это хорошо? Ванька, это хорошо? Ванька, очень хорошо. Очень хорошо. Вот. Прям. Ох. Ещё и на улице так хорошо. Не захотели, да? Не захотели пойти. С этими занятиями? Да, ага, мы ж ездили, да. Там не до бани было. Ну, сейчас уже отъездили всё. Отъездили, отсеялись. Не, ещё бархатцы. Бархатцы я заказала, мне придут. Бархатцы надо будет посеять на рассаду. Я в прошлом году посела на рассаду бархатцы, у меня так рано они зацвели. Ну, не морзает. Замёрз? Конечно. Ну, давай. На. Где ты, Лёшик? С лёгким паром тебя. Ты не причесался? Ай ты. А вот, так, пригребись руками. Чего тебе там причесывать? Да, не говори. Ты не хорошо стреляешь. Сейчас немножко вот остыну, подостыну и пойду. Пойду домой. И девчат выкупали. Контрастный душ себе устроила. Вон, какая краснощёкая. Девчат намыла, накупала. Ногки постригли. Накупали, намыли. Ой, ну, как принцессы. Варюша некупанная с Митяем. Ну, они чистоплотные, они сами умываются. Да, Варя? Варежка. Варежка. Варварушка. Варвара краса. Да, Маша краса. Варвара краса. Варвара краса. С inverse. Да. Эта. Варвара краса.